Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. И в прошлом видео, когда я показывал вам Конону Ягдепанзера, я сказал, что в следующем видосе мы с вами заценим СТРВТ, который я считаю гораздо более интересной ПТшкой в наборе, который вышел на продажу. 7500 с вас хотят за 2 данных ПТшки, 2 ПТ в Германии, 8 и 7, и по большому счету, если говорить в отношении покупки по отдельности данных машин, то я бы оценил так, Конону Ягдепанзер 1000 в 6 и СТРВТ, ну пускай 4500 в голом состоянии. Здесь просят 7500, и вопрос очень прост, нужен ли вам Конону Ягдепанзер? Если он вам нужен, то тогда этот набор действительно будет для вас выгодным. Ну а если Конону Ягдепанзер вам не надо, то скорее всего из ТРВТ покупать вы не будете, потому что 5000 голды за тачку в голом состоянии мало кто захочет отдать, ну просто потому что это семерка. Да, прикольная, да, играбельная, да, интересная, потому что есть барабан, но все-таки, ребят, 5000 золота за семерку. Поэтому я думаю, что навряд ли ажиотаж будет в отношении приобретения данной машины в голом состоянии. Что собой представляет СТРВТ? Прикольная тачка для игры на дальних расстояниях, не сближаясь со своими соперниками, потому что абсолютно нет брони, при этом есть подвижность, и причем подвижность довольно неплохая, 50 километров вперед и 17 назад. Короче говоря, вы всегда будете находиться там, где вам нужно, и будете успевать доезжать туда, куда надо. В отношении орудия здесь тоже все довольно приятно и комфортно, время сведения менее 3 секунд, чуть более 0,3 разброс, что позволяет вполне себе спокойно отыгрывать на средних расстояниях. Урон в минуту 2275 реализуем точно так же, как на каноне Ягды Панзера, исключительно на средних и дальних расстояниях. Вблизи данную ПТ-шку разбирают очень быстро, потому что танковать просто нечем, но это в принципе и не удивляет. Что касается времени перезарядки магазина, к нему просто надо привыкнуть. 12,5 секунд вроде бы многовато, но по большому счету, если привыкаешь к этому показателю, то становится вполне себе комфортным. Время перезарядки магазина внутри себя составляет 2,5 секунды. И хотелось бы, чтобы этот показатель был все-таки 2 секунды, а не 2,5, Потому что порой как раз вот этих вот каких-то доль секунды не хватает для того, чтобы закинуть один из снарядов. Стоит отметить, что здесь, ребят, барабан на 3 снаряда по 220 единиц урона. То есть потенциально 660 единиц урона с барабана, при том, что сама ПТ-шка весит 1000, ну пускай 1100. Таким образом получается, что за один барабан вы сносите половину ХП своего соперника. Главное просто в него успеть попасть. Ну а для этого вам нужны грамотные засветы от ваших союзников и отвлечение внимания ваших соперников на них. Что касаемо пробития, то здесь 215 и против семерок играется абсолютно спокойно. Против восьмерок, особенно тяжелых танков, становится уже немножко дискомфортно. Но в конце концов, если вдруг прям сильно хочется, то можете вместо вентилятора поставить себе на пробитие и будет 226. На бронебойных базовых снарядах, а подкалиберные будут выдавать уже 265. И именно с калиброванными снарядами я захожу в бой, потому что с ними играть гораздо комфортнее. Вентилятор практически ничего не дает. В отношении угла склонения орудия вниз. Минус 7. Очень комфортно. Действительно достаточно. Но стоит только помнить о том, что у вас, я бы сказал, частично заднее расположение вашей рубки. Ну, то есть не прям совсем сзади, но я бы сказал, что и не посредине однозначно. В общем, чем-то как-то напоминает вафельку, чем-то как-то напоминает гриля, но очень-очень отдаленно. Там все-таки урон побольше будет за выстрел, а здесь прикол именно в барабане. Берем тачку и поехали посмотрим, на что она реально способна. Так, смотрим кто куда. Наш АМХ решил форсировать гору и сделать вид, что он ПТ. При этом всем к нам едет еще и два экранированной. Ну ладно, поехали тогда все вместе на это направление. Заеду на горочку и на горочке попытаюсь немножко ППТ-шить. Мне лично стейр в этой очень сильно нравится. Я его приобрел в свое время на аукционе. Приобрел, честно говорю, исключительно из жадности. Просто потому, что ценник меня устраивал на семерку. Ну а в коллекции данной машины у меня не было. И каково же было мое удивление, когда данная тачка, которая была приобретена исключительно для того, чтобы быть в коллекции, мне зашла и мне понравилась. Я был безумно удивлен и до сих пор рад, что тогда данную тачку себе приобрел. Так, братишка, дай хоть какого-то урона тебе нанести. Как так получается, что два снаряда в тебя попадает и при этом все, ты у меня прям целенький, здоровенький и даже краску тебе не поцарапал. Плохо. Плохо себя ведешь в бою, подставляйся по-лучшему. В отношении подвижности вопросов и нареканий у вас никогда не будет. Вы всегда будете вполне спокойно передвигаться по карте, ехать туда, куда вам надо и успевать, главное, добираться до тех мест, которые вас интересуют. Игра на дальних расстояниях не составляет какого-то там существенного труда. Единственное, что необходимо помнить о том, что у данной машины, ну прям очень долгое время полета снаряда и, соответственно, необходимо давать крайне крутое упреждение. Сам снаряд летит прям по дуге и периодически создается впечатление, что на дальних расстояниях можно играть не как на ПТХе, а как на артиллерии, которая просто сверху закидывает своего соперника. Это смотрится круто. А еще классно, когда попадаешь и пробиваешь, чувствуешь себя каким-то, не знаю, уникальным, что ли. На данный момент пока не очень хорошо получается в отношении результативности по настрелу. Как-то так получается, что ни в кого не попадают. Что такое, не хватает меня, чтобы заехать, да? Сильно крутую горку попытался форсировать. Ну ладно, сейчас как-то по-другому сюда подъедем, что ли. Не сильно получается, но в целом, ребят, на данной ПТшке у меня лично выходит за бой вывозить порядка 2000 урона абсолютно спокойно. Да и в принципе это не так уж и сложно. 2000 урона это, грубо говоря, там 2,5, ну пускай 3 реализованных барабана и будет вам счастье, будет вам настрел. Для семерки это вполне нормально. В целом, с ТРВТ это ПТ-ха не для того, чтобы держать статуи, это ПТшка не для того, чтобы можно было там прям круто нагибать. Это ПТшка для того, чтобы просто получать удовольствие от того, как ты проводишь свое время в бою. Ну а вот так, ребят, мы видим себя в собственном прицеле. Ну и, соответственно, точно так же вас видят в прицелах своих ваши соперники. Как вы видели, абсолютно нечем танковать, абсолютно нечем поиграть. Ну и, соответственно, живучести у машины нет абсолютно никакой. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, я тебе еще раз хотя бы закину, чисто для красоты. Упс. Нет, я не хочу, спасибо. Так, ну что, голдовый. Попытаемся сейчас товарища выцелить. Ну, давай, 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 давай. Успел подняться, но не успел забраться. Хотел добрать ИСА. К сожалению, не получилось. Ну ладно, сейчас тогда здесь найдем нашего Игорька, который куда-то сбрился технично. Блин, быстрый, быстрый засранец. Быстро перекатился. Но время перезарядки однозначно не в его пользу. Однозначно в моем. АМХ боится выезжать. Да не вопрос, братишка, у меня запаса прочности хватает. Ты, главное, постой на месте. Ну вот, как-то приблизительно так. Не сильно заладился бой с самого начала, но в целом сделали все необходимое для того, чтобы победить в пределах всех возможностей, которые были предоставлены в самом бою, как союзниками, так и соперниками. Несколько раз, конечно, дал Махо, промокнулся, не свелся полностью, но и в целом с себя вины никакой не снимаю. Но будьте готовы к тому, что и у вас такие моменты тоже могут быть, а посему не бросайтесь все помидорами. Ничего вообще не делая, 1180 единиц урона. Да, это не крутой показатель, но, ребят, по такому бою, мне кажется, можно предполагать, на что машина потенциально способна. И в целом, если вы будете играть осторожно, не будете выпячиваться на передовую, не будете отхватывать, а будете работать по засветам своих союзников, то данная ПТшка вам принесет массу позитивных эмоций. А барабан, который вы будете реализовывать от раза к разу, будет приносить вам каждый раз по, грубо говоря, 650 единиц урона. А выходит за три барабана, получается, грубо говоря, там до 2000 суммарно. Поэтому я считаю, что с ТРВТ очень прикольная, интересная тачка, но только для тех ребят, которые будут покупать ее не для заработка серебра, не для того, чтобы разрывать рандом, и не для того, чтобы, ну, прям очень, очень круто держать в пределах нормы свою статистику. Эта машина больше для тех, кто любит фан, веселье, и даже если проиграл, умеет порадоваться тому, как он провел время в боях. Хотя, понятное дело, что всем хотелось бы только побед. Вот такой вот он с ТРВТ, ничего не скрывая, если вы хотите посмотреть более полный обзор на данную машину, то обзоры есть у меня на канале, ссылочки я добавил в описании. Переходите, смотрите, я больше чем уверен, что данное видео помогут вам принять взвешенное решение в отношении траты вашей кровной голды. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, буду благодарен за лайк и подписку на канал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!